Всем привет! Сегодня у нас будет на обзоре колясочка Caterwil Ultra 4. Это машинка повышенной проходимости. Конкретно на данном устройстве у нас установлены опции поддержки таза, вот эти боковые панельки под подлокотниками. Также у нас установлен рюкзачок в цвет самой коляски и установлена батарея повышенной емкости, аккумулятор на 95 Ач, конечно же, литиевый, на эти коляски устанавливаются только литиевые аккумуляторы. И на этой машинке этот аккумулятор дает запас хода аж в 70 км. Но давайте разбираться, что же такого есть в этой машине, что дает ей право называться повышенной проходимости. Ну, вообще, нужно сказать, что в стандартных колясках проходимость всегда упирается в размер передних колес. Здесь у нас установлены большие, широкие передние колеса 260 мм. Для сравнения, вот стандартные колеса, которые на большинстве креслоколясок у нас устанавливаются, 200 мм диаметр. Вот, смотрите, разница всего 60 мм, но насколько она визуально разительна, эта разница и ширина. Ширина стандартных колес у нас 45 мм, ширина колес на ультре у нас аж 90 мм. То есть мы имеем большое пятно контакта, мы имеем большой диаметр колеса, и за счет этого можем преодолеть препятствия большей высоты. За счет этого различные кочки неровности, там, ямы в асфальте, они меньше чувствуются именно самим водителем, потому что большой диаметр колеса просто сглатывает и не чувствует какие-то такие препятствия. Далее, диаметр ведущих колес. На стандартных колясках у нас, как правило, устанавливаются колесики с диаметром 325 мм. На ультре установлены колеса 355 мм. Разница в диаметре, опять же, визуально может быть не такая большая, но здесь еще, опять же, важна ширина колеса. Здесь у нас 50 мм, на ультре у нас 75 мм. То есть, опять же, за счет большей ширины колеса мы имеем большую проходимость, больший зацеп, ну, к тому же, обратите внимание на протектор, собственно говоря, колес передних и задних. Ну, собственно говоря, конечно же, протектор тоже играет немаловажную роль. Далее, для того, чтобы водитель мог себя комфортно чувствовать при преодолении препятствий, здесь у нас установлены амортизаторы на самом кресле. Для чего это нужно? То есть, при преодолении препятствий, например, когда мы на скорости заскакиваем на бордюрчик, на какой-то, у нас идет удар в переднюю стойку, и этот удар, как правило, прямиком передается на тело нашего водителя. Здесь этот удар воспринимают амортизаторы, и они как раз съедают этот удар, который приходится у нас в переднюю стойку. Заднюю часть, как правило, трясет меньше, опять же, за счет того, что здесь у нас установлены сильно большие колеса, колеса большего диаметра. Далее, когда мы будем двигаться по какой-то пересеченке, у нас будет лететь грязь из-под колес, но не на этой машине. Конечно, грязь из-под колес лететь будет, но здесь у нас есть классные крылья вдоль всего борта, то есть, начиная от передней стоечки вдоль всего борта, закрывая заднее колесо. То есть, здесь за счет вот этого классного крыла, который дает очень элегантный, эстетичный, вездеходный вид этой машине, есть большое практическое применение важное, что пользователь у нас защищен от того, чтобы замарать свою одежду брызгами из-под колес. Также, когда мы говорим про проходимость, конечно же, важный параметр – это клиренс. Клиренс здесь очень высокий, аж 115 миллиметров, то есть, это высота от земли до аккумуляторного отсека, здесь он ниже всего у нас располагается, и это высота аж 115 миллиметров. То есть, когда вы движетесь, скажем, по пересеченке, вам надо между колес пропустить какой-то кирпич-булыжник, он с легкостью пройдет, собственно говоря, вот по середине коляски между колес. Скорость коляски – очень важный параметр здесь – 10 километров в час, при том, что вес этой машинки всего 65 километров. То есть, коротко говоря, если описывать эту колясочку, то это легкая креслоколяска с высокой скоростью, с повышенной проходимостью и с минимальным набором нужных функций. Ну, давайте поговорим теперь про регулировки. То есть, максимально можно адаптировать эту машинку под себя, ну, начиная, конечно же, с роста. Самое важное – это у нас длина сидения. Длина сидения регулируется от 38 сантиметров до 52 сантиметров. Происходит это за счет того, что мы можем спинку установить, вот она сейчас в среднем положении, здесь 43 сантиметра у нас длина сидения. Значит, если мы установим спинку в дальнее положение, плюс выдвинем подушку немножко вперед, получим длину 52 сантиметра. Если установим спинку в переднее положение и немного задвинем туда на буквально 5 миллиметров эту подушечку, мы получим длину сидения в 38 сантиметров. То есть, это длина от спинки до переднего края подушки. Далее, у нас очень легко и комфортно регулируется угол наклона спинки. Для этого здесь у нас есть рычажок. Отклоняя его, мы можем в лежачее положение вот эту спинку перевести. С помощью же этого рычажка коляску, собственно, спинку эту можно сложить, положить вперед. Но для этого мне вот сейчас нужно будет снять панельки. Покажу, как складывается колясочка чуть позже. Значит, угол спинки сказали. Теперь высота спинки. Можно отрегулировать высоту от подушки до верхней части спинки от 53 до 63 сантиметров. Для этого... Так, сейчас я рюкзачок отстегну в нижней части. Для этого здесь есть гайчики, которые фиксируют, собственно говоря, саму спинку. Их можно ослабить и сместить спинку либо вверх, либо назад. Регулировочки. Далее. Подголовник. Здесь у нас есть три шарнира. Вот сейчас мы все эти три шарнира ослабим. После того, как мы ослабили эти три шарнира, подголовник можно подвести практически в любое положение. То есть можно сместить вот так вот вперед. Даже немножко опустить. Его, кстати говоря, можно перевернуть кверх ногами, чтобы он еще ниже был подголовник. То есть если мы говорим про совсем невысоких людей. Ну и, собственно говоря, для высоких людей вот эти вот стоечки можно вытянуть в одну линию для того, чтобы у нас подголовник был максимально высоко. Ну и самое главное, еще можно настроить вылет этого подголовника вперед-назад. То есть чтобы он выполнял свою функцию не только защитную, но и удерживающую, чтобы голова у нас была зафиксирована. При необходимости этот подголовник, конечно же, можно вообще снять. Далее. Высота подлокотников. Минимальная высота 160 миллиметров. Откручиваем барашек. И максимальная высота 290 миллиметров. Соответственно, также можно противоположный подголовник поднять. Для пересаживания можно ручку поднять. Но, соответственно, здесь у нас сейчас установлены вот эти боковые упоры. Можно вот так вот снять для пересаживания. Ну, либо подлокотник можно снять вообще целиком, если он вдруг мешает пересаживаться. Вот таким вот образом. Так, подлокотнички. Так, теперь про поддержки таза. Соответственно, нужно это для того, чтобы можно было отрегулировать ширину сидения. То есть стандартная ширина сидения здесь 45 сантиметров. Значит, если нам нужно четко спозиционировать корпус своего тела посередине, нужно иметь боковую поддержку. Можно использовать вот такие поддержки таза с точной регулировкой ширины. Соответственно, здесь мы барашек ослабляем. И можем выдвинуть, соответственно, вот эту панельку на нужную нам ширину. Для того, чтобы сузить совсем в минимальную ширину, вплоть до 280 миллиметров ширины кресла, вот этот кронштейн нужно поставить в обратную сторону. Тогда эти поддержки, они у нас сузятся еще сильнее. Так, значит, подушка и спинка являются у нас съемными. Значит, подушка у нас установлена на липах. И она просто вытаскивается. Вот, соответственно, здесь у нас есть замочек. И эту подушку можно целиком раздеть. Можно чехол постирать и установить обратно. Ну, на данный момент, кстати говоря, здесь вот липы, они еще не приклеены. То есть, колясочка еще новая. То есть, липы, они пока здесь на подушке. Поэтому они еще не приклеены. Чехол со спинки также можно снять. Для того, чтобы снять вот эту подушку спинки, ну, гаечки, о которых я уже говорил, собственно говоря, вот эти, их нужно открутить. И спинка снимается. Также есть замок, который можно отстегнуть. Вот эту подушечку постирать. Вместо штатной подушки можно установить свою подушку противопролежневую, собственно говоря, на те же стандартные липы, которые у нее уже есть. Давайте поговорим про подножки. Подножки у нас имеют регулировку, конечно же, угла наклона. Для того, чтобы отрегулировать. У нас есть такой удобный лучевой, однолучевой барашек, ослабив который, можем поднять на нужный угол. И точно так же легко его зафиксировать. Теперь у нас каждая подножка может отдельно отрегулироваться. Для регулировки длины подножки здесь у нас есть винт под шестигранник, выкрутив который, можем удлинить, либо укоротить подножку на определенное количество делений. И, собственно говоря, таким образом настроить непосредственно под свой рост, под длину своих ног. По бокам у нас есть мягкие подколенные упоры, то есть боковые, с эргономичным вырезом по бокам. То есть красная нога по этому вырезу очень удобно ложится под нож. Эти упоры очень мягкие и защищают от натирания ноги металлическими частями самой подножки. Есть голенные упоры тоже с удобным вырезом. Эти упоры можно поднять для пересаживания, собственно говоря. Ну и сама педаль пластиковая, причем очень прочный пластик на самом деле. Здесь есть большое количество ребер, так что на нее можно даже полноценно встать. И эта педаль не сломается. Для того, чтобы подножку снять, здесь есть у нас такой барашек. Мы его ослабляем. Подножка очень легко вытаскивается. И здесь сами подножки металлические, крепления металлические. Очень прочные. То есть если мы где-то врежемся, упремся этими подножками, то у нас с этой подножкой ничего не произойдет. Ну слабое место у подножек бывает именно в самом этом креплении. Здесь для того, чтобы не поцарапать саму вот эту поверхность подножки, также есть что такое, пластиковый стакан, в который, собственно, эта подножка устанавливается. Для регулировки угла наклона самого сидения на крепление амортизатора предусмотрены два дополнительных отверстия. Сейчас у нас кресло установлено в среднем положении. То есть если мы немножко нос хотим опустить, устанавливаем этот амортизатор в дальние отверстия. Если нос хотим еще больше задрать, устанавливаем в верхние отверстия. Давайте поговорим про электрику. Про электрические составляющие. Ну начнем с пульта. Здесь у нас уже в базе установлен пульт с LCD-дисплеем. Таким образом включается, так выключается. Про меню этого дисплея поговорим еще отдельно. Установлены фары с тремя режимами работы. Сейчас мы видим у нас ближний свет. Вот так вот у нас дальний свет очень яркий. И аварийная сигнализация, когда у нас фары начинают моргать. Сзади это выглядит следующим образом. Вот это у нас режим аварийки. Выключенный режим. Режим ближнего света и дальнего света на задних фонарях выглядит у нас одинаково. Из интересного. Пульт у нас подсоединяется под креслом. Здесь подсоединяется пульт. И здесь есть еще один дополнительный разъем для установки второго пульта. То есть это будет либо у нас пульт сопровождающего, который устанавливается непосредственно на ручку сопровождающего, либо это будет у нас пульт управления подбородком, который выведен на подбородок, либо это будет пульт управления, например, стопой. Вот один из вариантов. Под сиденьем также у нас имеется автоматический выключатель, который у нас является как предохранителем с одной стороны. То есть если есть какие-то неполадки системы, у нас работает этот предохранитель, защитив непосредственно силовую часть и защитив аккумулятор. Также можно использовать этот автоматический выключатель для долгой транспортировки. Вот скорее всего, когда вы только получите коляску с транспортной компанией новую, скорее всего, этот автомат будет отключен. То есть в первую очередь вам нужно включить этот автомат для того, чтобы запустить машину. Для доступа к аккумуляторному отсеку здесь есть три барашка. Раз, два, три. Выкручиваем барашки, снимаем вот эту панель заднюю и получаем доступ к самому аккумулятору. Аккумулятор можно снять, поменять, обслужить при необходимости. Хотя аккумуляторы, в общем-то, обслуживать не надо, но просто чтобы вы знали. Из интересного еще здесь уже в базовой комплектации установлены вот такие кронштейны. Во-первых, эти кронштейны используются для перевозки коляски в специализированном транспорте, для того, чтобы можно было в спецавтобусе коляску зафиксировать, заикарить. Во-вторых, на эти кронштейны можно установить площадку сопровождающего. И они идут сразу заводские, то есть после года эксплуатации, например, вы уже можете докупить платформу сопровождающего и самостоятельно ее установить. Зарядка кресла-коляски происходит через вот такой разъем. Смотрите, здесь сбоку есть крышечка. Крышечку сдвигаем, сюда подключаем разъем зарядного устройства. Зарядное устройство на коляске Каттервилл практически у всех одинаковое, то есть трехпиновый XLR разъем. Давайте поговорим про пульт управления. После запуска, соответственно, попадаем в главное меню. Здесь видим время, температуру, заряд батареи, приблизительный запас хода в данный момент 69 км. То есть почти полная батарея, значит, максимум, соответственно, 70 км. При стандартной батарее будет 30 км запас хода. Слева мы видим нагрузку на каждый двигатель. Здесь в динамике будет график скакать. И видим нагрузку в амперах. Для чего это нужно? Для того, чтобы можно было проанализировать нагрузку на каждом из двигателей. Ну, например, чтобы понять, что если мы видим, что на левом колесе у нас нагрузка постоянно стабильно больше, скорее всего, нам нужно подкачать колеса на левой стороне. Вот как вариант. Или проанализировать, насколько движение по пересеченке нагружает двигатели больше, чем движение по асфальту, чтобы можно было проанализировать запас хода, например. Здесь регулируется максимальная скорость. То есть это ограничение максимальной скорости. Сверху видим здесь километраж несбрасываемый. Это сначала производство креслоколяски. Снизу километраж сбрасываемый для того, чтобы можно было померить расстояние, например, до магазина. Идем далее в меню. Функции кресла люкс. Здесь они не активны. Это у нас для ультра 5, там, где у нас есть функции электроподножек, электроспинки, функция кровать, подъем каждой подножки по отдельности и так далее. Настройки. Настройка фар. Это, собственно говоря, вот они у нас режимы фар, про которые мы уже поговорили. Причем, кстати говоря, обратите внимание, когда у нас фары выключены, подсветка клавиатуры пропадает, и когда фары включены, собственно говоря, у нас клавиатурка подсвечивается. Яркость дисплея, собственно говоря, вот можем ее отрегулировать. Значит, звук. Здесь можем отрегулировать частоту гудка. Например, сейчас у нас 400 Гц. Можем поднять, ну, например, на 500 Гц. По-моему, по умолчанию так стоит. Совсем другая частота. Здесь у нас, ну, это можно под себя, собственно, настроить. Громкость клавиш. Это громкость нажатия, собственно, клавиш в меню. Максимальная громкость клавиш. Достаточно громкая. Ее можно вообще свести к нулю, соответственно, чтобы кнопочки у нас нажимались бесшумно. Сигнал ошибок. Включить, выключить. Ну, собственно говоря, это вот при выскакивании каких-то чеков, например, если у нас пропала связь с пультом или еще что-то такое. Допустим, разъем пульта выскочил, у нас выскочит чек, и он выскочит с каким-то гудком. И этот гудок здесь можно отключить. Язык. Ну, собственно говоря, эта машинка у нас предназначена в том числе на европейский рынок. Здесь есть испанский, английский, французский, немецкий, итальянский языки. Джойстик. Можно отрегулировать чувствительность самого джойстика. То есть сейчас у нас установлена средняя. При максимальной чувствительности у нас будет максимально быстрый разгон, максимально резкое торможение, максимально резкий поворот. Соответственно, при минимальном у нас будет максимально спокойная, плавная колясочка. Здесь каждый должен настроить уже под себя. Ну и настройка времени. Здесь понятно, что можно настроить часы. Сброс пробега. Это сброс самого пробега для замера расстояния до магазина. Ручной режим здесь больше нужен как сервисный. Про него пока рассказывать не буду. Информация об ошибках, собственно говоря, если ошибки были, то есть мы здесь увидим описание этих ошибок. И об устройстве, собственно говоря, здесь видим машинка 2023 года, модель Ultra. И здесь указаны версии прошивок с блока электроники, самого пульта и прошивка самого дисплея. То есть на дисплее также есть своя прошивочка. Вот такой вот у нас пультик идет в базовой комплектации. Ну давайте подведем итог. Что же это за такая машинка Cutterville Ultra 4? В первую очередь это машина на больших колесах. Машина повышенной проходимости, с амортизаторами, с металлическими крыльями. То есть максимально приспособленная для пересеченной местности. Если мы будем сравнивать эту машину с полноприводными Cutterville 4WD и Cutterville GTS 4WD, конечно, это будет очень сильно проигрывать в проходимости. Но если вы ищете какой-то компромиссный вариант, где не нужен полный привод, но высокая проходимость она все же не помешает, где есть возможность движения по какому-то ужасному разбитому асфальту, где нужно запрыгивать на бордюрчике до 7 сантиметров. Такая машинка подойдет идеально. Максимальное количество регулировок, регулировки механические. То есть отличие Ultra 4 от Ultra 5 в том, что здесь на четверке у нас подножки и спинка регулируются механически, а на пятерке можно отрегулировать все это дело с пульта. Причем с пульта можно активировать режим кровать, когда у нас будут одновременно подниматься подножки, опускаться спинка. Собственно говоря, с пульта можно переводиться в лежачее положение. Здесь это тоже возможно, но это нужно делать ручками. Значит, освещение, антиопрокидыватели, регулируемый подголовник, ну вообще тот необходимый функционал, я считаю, уже must-have для любой кресло-коляски, он здесь присутствует. Также немаловажными моментами является то, что можно установить большое количество опций, в том числе из приятных опций рюкзачок, куда можно складывать какие-то походные вещи, зарядное устройство, например. Ну и, конечно же, литиевый аккумулятор повышенной емкости на 70 км. Если мы хотим далеко путешествовать самостоятельно на машинке со скоростью 10 км в час, выбираем Caterville Ultra 4. Надеюсь, ответил на все ваши вопросы. Если нет, обязательно спрашивайте, будем отвечать, будем разбираться. До новых встреч, пока!